Дошли мы до Зыряновской богодельни. В 1870 году наследство купца Зыряновых. Купцов Зыряновых было построено это здание. Для бедных, убогих и бездомных людей. Вот ворота не сохранили. Все тут, видите, обрушится. Вот наследство купца Зырянова. Вот было построено это здание. Здесь кормились, жили нищие, бездомные люди. А где-то культурного наследия, богодельная Зырянова. В 1881 году была открыта. Сейчас здесь находится поликлиника и больница. Вот, представляете, по назначению сделали вот такой пристрой с профилем. Такой нелепый пристрой сделали. И теперь это поликлиника. Блин, ну ничего тут не облагородили. Это, представляете, вот это ужас. Ужас. Вот это вот 150 лет. Кладка лежит. И ничего ей не случится. Представляете, само здание. Такое старое. Все, блин, заброшено такое. В таком плохом состоянии. Вот тоже корпус какой-то. Зыряновская богодельня. Вот слово, наверное, сейчас можно применить богодельня. Купцы следили за этим всем делом. Все там сгнило, заброшено. И не облагородить уже никак. Там вот церковь, свято-никольский храм. Нет средств на восстановление. Тут детская воскресная школа. Ну вот тут все это больничный, вечеринокомплекс. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В таком жутком состоянии Вот как вот Зырянов все делал. Вот эти вот стены. Так вот они стоят. Заброшенные, никому не нужные. В удручающем состоянии, блин. И вот эта вот решетка. 150 лет ей. Тоже не крашеная ни хера. На здравоохранение нет денег. Вот здание тоже требуется реставрации. Даже не знаю. А вот там есть табличка. Вот еще у них знаковое место. Вот эта церковь. И вот эта стелла. Она была установлена в честь столетия обороны от войск Емельяна Пугачева. Войска Емельяна Пугачева пытались взять кунгур. Было четыре приступа. Представляете? И они не смогли взять. Салават Илаева тут был. Войска Салавата Илаева. Не смогли они взять. Да, ступени тоже тут все провалились, покосились. Вот написано, что бургомистр Кротов и купец Хлебников предварительствуют ополченцами своих сограждан. Победоносно отразивших нападение шайки Пугачева на кунгур. В 1774 году. Да уж. Пушечки это тоже вот. 1718 век. Ну блин, ступени-то могли бы сделать. Ёпоросоте. Памятник. Обелиск. Вот. А в советское время герб царский был снят и на верхушке была установлена красная звезда. Красная звезда простояла 70 лет. Представляете, вот это здание городского управы. Конец 19 века. И памятник архитектуры. Он в заброшенном состоянии находится, блин. В заброшенном состоянии все поросло тут крапивой, репейником, и никто ничего не делает. Представляете, окна выбиты, стекла все выбиты. Но здание сделано настолько крепко, что оно, понимаете, сохранило свое величие. И оно сопротивляется и времени, и ветрам, и дождям. Но вон, потрескалось, пошло уже вон нам, видите. И вот эта вот людская беспечность, халатность, равнодушие, оно убьет быстрее, чем время. Вот, это была управа Кунгурская городская. 1867 год. Охраняется государством. В этом здании в 17-м году Советом рабочих и сладких и сладких депутатов принято решение о взятии власти в руки Советов. Вот здесь было историческое решение принято. Теперь это здание заброшено. Понимаете, памятник архитектуры принадлежит государству, и государству на него наплевать. Наплевать. Все закрыто. посмотрите, какая архитектура красивая. Портики, барельефы. И все, они ждут, когда она упадет сама. Да, печально, 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 печально. Торговые ряды, ну, блин, ну как так не сохранить? Восемнадцатый век. Восемнадцатый век. В центре города находится. В центре города находится. Гостиный двор. Был отстроен купцами. и просто закрыть, так. С глаз долой. И никто не делает. Оно уже разрушается. Все закрыто. Внутрь не пройти. Здесь шумели ярмарки. Народ. Валом сюда. Это, говорит, был центр жизни. Вот решетка, представляете? Решетка. И вот, что внутри. Все заросло там. Все. Гибнет. Гибнет. Сейчас пройду. Вот уничтоженный особняк. Вот, посмотрите. Тут барельефы. Сохранились. Вот, смотрите, какие. Все тут сохранилось. Кладка. И там дом сохранился. Вот тот тоже брошенный. Не знаю, то ли в частных руках этот дом был. Здрасте. Почему брошенный дом? Не знаете? Хороший же дом. Крепкий, каменный. Вот я в заброшку прошел. Вот купеческие особняки. Потому что вот каменные могли строить только богатые люди. Каменные особняки. Только богатые люди могли строить. Березы растут на подоконниках уже. Все. Вот тут тоже все брошено. Тут какое-то время, видно, жили. И все. Крапива 2 метра. Крапива 2 метра. Крапива 2 метра. Крапива 2 метра. Двери, блин. Да. Печаль. Печаль, печаль. Все там рухнуло. Вот ворота Представляете Какие мощные были ворота И вот это же все Прошлый век Вот это здание Более-менее Вот такие разрушенные есть Дома Разрушки И вот разрушки тоже Открошенные Там уже новые Электросети Здания Вот это 200-летнее здание Закончило свое существование